Здравствуйте, Денис. Вы очень много играете, выступаете. Что для вас значит фестиваль «Белая сирень»? Этот фестиваль мне очень близок, потому что, когда он образовывался, я при этом принимал участие и знакомил Александра Сладковского с внуком Рахманиновым, Александром Борисовичем Рахманиновым, и это было настолько запоминающееся событие во всех отношениях, потому что Рахманиновский фестиваль в Казани, он произвел очень большой эффект. При наличии такого оркестра из Александра Сладковского, который за три года здесь сделал потрясающие успехи с этим оркестром, и он стал одним из лучших у нас в стране, и, безусловно, Рахманинов для меня это нечто совершенно особенное, потому что мне он очень близок, я его играю по всему миру, и мы познакомились с внуком Александром Борисовичем уже 8 лет назад, к сожалению, его уже нету в живых, он ушел в прошлом ноябре. Концерт, который был, он, можно сказать, и день памяти, потому что третий концерт Рахманинова был его любимым концертом, и я его играл, наверное, в 40 странах мира, и каждый раз, когда я выхожу на сцену, я испытываю особый трепет перед этой музыкой. И здесь, в Казани, когда вышел играть, для меня это очень близкий город, я здесь был очень много раз, я вижу, какие здесь изменения произошли, все пышет, все кипит, абсолютно уникальная атмосфера. Вот за эти три года, да, как-то менялся репертуар, какие там были изменения, что вот постоянно играете в этом фестивале, что постоянно исполняется? Ну, вы знаете, пианисты счастливые люди, потому что Рахманинов для них написал огромное количество произведений, как и с оркестром, так и сольно, так и для камерной музыки, но не только для пианистов, и, конечно же, и его симфонии, и хоровая музыка. Это просто... Мы счастливые люди, что Сергей Васильевич написал столько-столько уникальных произведений, я думаю, что нам завидуют и скрипачи, и виланчелисты, которые обделены творчеством Сергея Васильевича, к сожалению, но мне кажется, что каждый фестиваль, он открывает и новые имена, и неизведанную музыку, скажем, на первом фестивале Александр Сладковский сыграл первую симфонию Рахманинова, которая считалась незаслуженно проваленной, скажем так, потому что в свое время, когда ей дирижировал Блазунов, она была, в общем-то, проваленная. По легенде, оркестр остановился, и она не имела никакого успеха, и Рахманинов ушел в жесточайшую депрессию на 7 или 8 лет, по-моему, после чего он написал шедевральный второй концерт Рахманинова, посвященный его доктору, который лечил его от депрессии. Но, тем не менее, вот мечта Александра Борисовича Рахманинова, внука Сергея Васильевича, была открыть эту симфонию заново. И это удалось с таким блеском, что, когда этот оркестр сыграл первую симфонию на первом фестивале, был просто ошеломляющий успех, и после этого Александр Борисович просто влюбился и в Казань, и в этот город, и в маэстро Сладковского, и начал его приглашать в разные проекты свои. Это было очень здорово, потому что я глубоко убежден, что музыка Рахманинова, он не написал практически неудачной музыки, такого нет. Любой его шедевр – это музыка на века. И, на мой взгляд, нужно играть всю музыку, а не только популярную. Я помню, когда Александр Борисович предложил мне сыграть неизвестное произведение Рахманинова, его студенческие работы, еще будучи, когда он учился в Московской консерватории, послал ноты Чайковскому на одобрение, потому что Чайковский для него был, так сказать, как идол. Но, к сожалению, секретарь Чайковского потерял эти партитуры, и только 8 лет назад музей Глинки нашел эти партитуры и послал внуку-композитора. Я был первый, кто исполнял эти произведения и записывал на его рояле, в его имении Сенар, под Люцерном. Это были такие знаменательные для меня абсолютно моменты. Но последнее потрясение – это вот месяц назад в Люцерне на знаменитом фестивале вдова уже Александра Борисовича Наталья Рахманинова прислала этот рояль, уникальный рояль 29-го года, американский стэнвэй. На сцену он впервые зазвучал на сцене, потому что он всю жизнь стоял в Сенар в этой вилле, в этом имении Сергея Васильевича. И это был момент счастья, потому что этот рояль звучал божественно. Это уникальные абсолютно клавиши, которые абсолютно не изменились. Это вот те самые клавиши, к которым прикасался гений Рахманинов. И для меня это, конечно, безусловно, особенный момент. И то, что здесь, в Казани, происходит уже этот стал традиционный фестиваль. На него приезжают не только люди, которые здесь живут, но и из других городов России и даже из других стран. Поэтому я очень рад, что этот фестиваль «Белая сирень» набирает обороты. И я с особой гордостью и с особым трепетом всегда сюда приезжаю, даже на несколько часов. Спасибо вам большое за интервью. С нами был известный российский пианист Денис Мацуев. Редактор субтитров А.Семкин